Ну ладно, начинаем сразу, не ждем, уже задержались на какое-то время. Всем привет, меня зовут Анфиса, я Дола, и я преподаватель йоги. Я преподаю йогу пренатальную и постнатальную, использую йогу как инструмент помощи, подготовки женщин к родам, и также как инструмент восстановления после родов. То есть я активно занимаюсь именно женскими практиками, женской темой и женским здоровьем. И сегодня у меня такая тема очень колкая. Всем привет, привет Ирочка. Напиши, если меня хорошо слышно, напиши пожалуйста плюс, и я тогда буду уверена продолжать дальше. У нас сегодня очень колкая тема, которая называется эпидуральная анестезия. И тема довольно острая, правда, потому что среди моих коллег Дол, Долы часто это те люди, которые активно отстаивают позицию исключительно натуральных родов. И очень много камней летит в сторону эпидуральной анестезии, в то время как эпидуральная анестезия это просто процедура. Это не хорошо, это не плохо, это просто инструмент, который мы используем. И зачем и как, это вот сегодня мы будем обсуждать и увидим ее плюсы, ее риски и увидим эпидуральные заменители, так сказать. Что можно попробовать до того, как вы решили попробовать эпидуральную анестезию, если у вас есть такое желание. Эпидуральная анестезия или иначе говорят еще эпидуральный блок, блокада, это такая процедура, которая замораживает нервные импульсы, блокирует нервные импульсы, не дает им двигаться по нервным корешкам вверх, по спинному мозгу, туда в мозг. И в связи с чем у нас как бы блокируются болевые ощущения, да. И как это все происходит? Берется такая довольно большая игла, которая будет протыкать и заходить в эпидуральное пространство. И это где-то на уровне нашей поясницы, в последних позвонках поясницы, именно поясничного отдела. Вот еще не там, где крестец, а чуть-чуть повыше, в одни из вот этих дисков, между ними проходит иголка и доходит до вот этих нервных окончаний. Это называется эпидуральное пространство. И туда вводится катетер, такая маленькая трубочка пластиковая, через которую подается препарат. А иголка, собственно, достается и вы остаетесь только с пластмассовым вот этим катетером. И довольно это все комфортно после того, как иголку достали. Можно лежать прямо на спине, то есть это никак вас не лимитирует, лимитирует другое. И что входит в состав эпидуральной анестезии? Это интересный момент, потому что препараты могут отличаться от страны к стране и даже от госпиталя к госпиталю. И, как правило, основой эпидуральной анестезии является препарат, он же считается препаратом заморозкой. Он называется булбивокаин или еще называют маркаин. И это анальгетик, не наркотический. И он занимается именно тем, что блокирует эти нервные импульсы. И тут есть противопоказания к его использованию. Но не волнуйтесь, я уверена, что анестезиологи, если у вас есть противопоказания, они обязательно об этом узнают первыми. То есть предварительно вас наверняка спрашивают о вашем здоровье. Так вот, просто для ваших знаний, людям с проблемами сердца, с серьезными проблемами сердца, этот препарат противопоказан. Потому что если задеть сосуд, и лекарство попадает в сосуд, внутри сосуда, и получается оно идет по немного другому, по кровяному руслу, оно может сильно повлиять на работу сердца. И в общем, могут быть очень неприятные последствия. Но, конечно, все врачи, люди грамотные и опытные, все об этом знают. Поэтому не волнуйтесь, просто такая небольшая ремарка, что это все-таки серьезный медикамент. И также в состав эпидуральной анестезии, кроме заморозки, бывают, добавляют препарат, который относится к опиоидам, то есть наркотическим анальгетикам. Он называется фентанил. И, ну или сродни этому медикаменту. Насколько я знаю, сейчас его стараются убирать. И я знаю точно, что у нас в Бангкоке он не используется. Мне кажется, что в России он тоже не используется. Вообще любые опиоиды в состав эпидуральной анестезии запрещены. Они не входят в Россию. Но я знаю, что в некоторых странах, таких как Америка, например, в эпидуральной анестезии используются опиоиды. Поэтому на заметку тем, кто собрался рожать в Майами и так далее. Такая вот информация. И обязательно, конечно, надо упомянуть, ну опиоиды, опиоиды. Я думаю, что вы все понимаете, что это более такая серьезная вещь. При повторном введении она может вызывать зависимость. Ну и так далее. В общем, там очень много противопоказаний. И, конечно же, все опиоиды, они могут препятствовать дыхательному процессу. Они могут его угнетать. И людям с астмой, например, такое средство обезболивания будет противопоказано. Но, опять же, анестезиологи – это умнейшие люди. Одни из самых, кстати, мне кажется, они такие серые кардиналы. Они очень много знают. У них в руках очень многое. И я уверена, что если человек стал анестезиологом, то он потрясающе владеет всеми вот этими инструментами. Кстати, самые лучшие люди, которые могут легко найти вену и быстренько, аккуратненько вам туда попасть. В общем, это все грамотные люди, как правило. Но тоже нужно просто иметь в виду такой образовательный момент в этом. Что еще хотела сказать? Да, про состав. Почему я об этом начала рассказывать? О том, что очень важен, что входит в состав эпидральной анестезии, будет влиять на здоровье малыша. И на его последующие, впоследствии на его развитие. Потому как было проведено исследование такое. Конечно, небольшая группа человек, в нем участвовало 300 с чем-то человек, которые были позже разделены по трем группам. В зависимости от того, какой медикамент использовали в их эпидуральной анестезии. Была первая группа только с заморозкой. Да, вот с этим ненаркотическим анальгетиком. Была вторая группа, где использовалась заморозка и небольшое количество опиоида. И группа третья, большое количество опиоида вместе с заморозкой. И вот эти женщины, они все планировали использовать эпидуральную анестезию. Они все планировали кормить, то есть, как это сказать, кормить грудью. И в процессе первая, вторая группа не заявили ни о каких проблемах с грудным вскабливанием, с какими-то рефлексами детей. А вот третья группа, 30% женщин в ней закончили грудное вскабливание к 6 неделям по спарту. То есть, не смогли, да, у них были какие-то проблемы, они не докормили и бросили. Также 17% из этой группы докладывали о том, что у детей наблюдается отсутствие каких-то их базовых рефлексов. Например, сосание. То есть, тоже, да, это вещь, которая вызывает проблему с грудным вскабливанием. Поэтому из этого мы делаем вывод, что опиоиды более вредные для малышей. И по возможности можно также побеседовать с анестезиологом и уточнить, что он использует. И если у вас есть выбор, исключить опиоидный анальгетик. Это вот такой момент. Для тех, кто хочет использовать эпидуральную анестезию или для тех, кто будет ее использовать, ну, не по плану. Так, хорошо, рассказала вам про группы. Давайте перейдем к плюсам этой процедуры. Ну, надо начать с того, что, конечно же, это обезболивание. То есть, я вижу большое количество мам. Все мы очень разные. У кого-то кто-то может ходить до 5-6 сантиметров вообще без каких-либо ощущений, не жалуясь и могут даже заниматься своими какими-то обычными делами, спать, есть и так далее. А кто-то 24 часа ходит на схватках, потом приезжает в роддом, и оказывается, что у них там пол пальца открытия, и они уже в агонии просто. Вот все мы разные, у нас работает тело по-разному. Поэтому кто-то, кому-то действительно это нужно, кому-то это помогает и делает процесс менее, скажем так, стрессовым и менее энергозатратным. Следующий плюс эпидуральной анестезии заключается в том, что, знаете, бывает такой момент, когда вот роды шли-шли-шли, и уже хорошее открытие, там 7 сантиметров, и вот раз, и застряли. И такое бывает по разным причинам. Это бывает либо физиология, может быть, ребенок там как-то прокрутился, встал, может быть, усталость мамы, может быть, ее какой-то зажим, она не может пройти дальше, может быть, ей страшно, больно. Ну, в общем, разные бывают причины. И иногда можно, поработав с ней, ну, как-то ее направить, спросить, что-то поменять, сделать массаж. В общем, разные есть техники, удовол. Но иногда не получается, вот не получается, и все. И роды стоят, и вроде бы уже есть открытие. Но и врачи говорят, я часто слышу, что говорят, давай расслабишься. То есть они дают эпидуральную анестезию, чтобы мама отдохнула и перед потугами немного отдышалась, да, и поспала, возможно. И потом на потуге они отключают. И если делают эпидуральную анестезию уже так далеко, то на потугах, когда отключают эпидуральную, возможно, будет все не так сильно. Потому что есть такая, знаете, опция эпидуральную анестезию, можно всегда отключить. И если ее начинают там на 3 сантиметра, а потом ее отключают, когда у вас полное открытие потуги, конечно, это будет обуха по голове, потому что очень сильно отличаются эти ощущения. Но если уже мама была очень далеко, и вот застряла, и прям долго пробыла на этих сантиметрах, и ничто ей не помогает, то, возможно, эпидуральная анестезия может расслабить. Может. Это такой момент. И что еще, один из плюсов эпидуральной анестезии в том, что если женщина подвергалась, например, сексуальному насилию и каких-то неприятным ситуациям, связанным с этим, то вот боль, которая ощущается в родах, она ощущается по-другому. Она ощущается как боль именно, не как ощущение, не как там вот эти волны, о которых все говорят. Она может реально доставлять эмоциональную, физическую боль. Это такой триггер к каким-то неприятным воспоминаниям плохим. И очень часто применяют эпидуральную анестезию в этом случае для того, чтобы помочь, для того, чтобы, скажем так, сделать этот процесс не таким стрессовым, не таким болезненным, не таким травмирующим. Хотя также есть исследование о том, что если, например, у женщины было такое прошлое, была такая проблема в прошлом, такая травма, то вот хорошие, естественно, натуральные роды, они могут излечить это. Но тут вот опять же все мы разные, да, и у нас у каждого разная степень ощущений. В общем, мы все такие неоднозначные, такие разные, поэтому действительно кому-то это необходимо, для кого-то это будет спасение. Кроме того, эпидуральная анестезия используется не только в родах. Это анестезия, при которой делаются различные операции на ноги, на какие-то позвоночные диски там внизу, на суставы. В общем, когда есть варикоз, вот недавно я узнала, что также применяют, когда делают операции по варикозу, когда удаляют вены. В общем, очень много есть различных ситуаций, в которых применяют эпидуральную анестезию. Ну и, конечно же, без нее тогда никак совсем, потому что там, сами понимаете, операция – это необходимая вещь. Поэтому вот такие вот плюсы имеет эпидуральная анестезия. Вот так вот она применяется. И теперь давайте поговорим про риски, которые несет данная процедура, тому, как это все-таки вмешательство в тело. И у нее есть свои риски, которые необязательно происходят. Я специально не говорю минусы или отрицательные стороны. Риски, то есть возможные какие-то неприятные последствия. Возможные. Первое – это главный риск, это то, что, используя эпидуральную анестезию, вы точно подписываетесь на использование окситоцина. Потому что я делала пост, и в нем я предложила вам на выбор варианты ответов, то есть что хорошего делает эпидуральная анестезия. И очень многие отметили, что она ускоряет процесс открытия шейки матки. И меня это очень удивило. Мне кажется, что... Ну, то есть мне не кажется, а это факт, что эпидуральная анестезия замедляет работу всего организма, она понижает давление, она все так расслабляет, мышечную ткань расслабляет. И получается, что схватки, наоборот, замедляются, и, соответственно, раскрытие идет меньше, дольше и так далее. Я отсюда смелюсь предположить, что, возможно, вместе с эпидуральной анестезией сразу ставят окситоцин, даже не говоря о том, что он ставится. Поэтому, пожалуйста, не считайте, что эпидуральная анестезия ускоряет процесс открытия. Это ошибка, и такого никогда не бывает, и не может даже быть. Даже сами подумайте, что если вам будет препарат, который расслабляет ваши мышцы, то как тогда ваша матка будет активнее работать и открываться? Нет. Искусственный окситоцин – это то вещество, которое заставляет вашу шею куматки открываться быстрее и интенсивнее. И то есть, если вы соглашаетесь на эпидуральную анестезию, ну, наверное, в 80% случаев, даже, может быть, больше, сразу автоматически это значит, что вам нужен окситоцин. Окситоцин не так хорошо работает, если у вас еще не вышли воды, если у вас околоблотный пузырь еще цел. И рекомендуют вместе с использованием окситоцина, если есть такая возможность, проткнуть пузырь. Поэтому, выбирая эпидуральную анестезию, вы сразу себе плюс два вмешательства – это априори будет, да? Ну, скажем так, вероятнее всего. Плюс еще, если вы соглашаетесь на эпидуральную анестезию полностью до конца, то, скорее всего, увеличиваются риски применения различных процедур помощи вытаскивания ребенка на потугах. То есть, это вакуум, это щипцы, а если идут вакуум или щипцы, то всегда идет эпизиотомия, всегда идет надрез. Поэтому тоже, да, тут вот такой момент. Потому что сами посудите, если у вас все онемело, вы лежите, и вы чаще всего не чувствуете ноги, не можете ими управлять. Вы, может, их чувствуете, но вы не можете как бы ими управлять и эффективно стоять, отталкиваться, вот все, что нужно на потугах. Если вы не чувствуете схватку, то очень трудно помогать толкать ребенка. То есть, тогда чаще всего применяют какие-то процедуры, которые очень жесткие, а это вакуум или щипцы, или же давят на живот. Вот это вообще, это такая старая школа давления на живот. Я даже не знаю, столько уже было исследований по поводу давления на живот, вот почему-то все равно это применяют. И приходится реально... Ну, вот я знаю, что в Бангкоке это до сих пор практикуют, и я стараюсь как-то минимизировать вот эту вот часть. Смотря на маму, говорить, что посмотрите, она может сама. В общем, я очень плохо отношусь к выталкиванию ребенка. Это вообще не хорошо, не есть хорошо. Я думаю, что любая мама может вытужить ребенка, даже если у нее есть эпидуральная анестезия. Так, хорошо, рассказала про это. Еще какие есть риски у эпидуральной анестезии? Ну, во-первых, она может вызвать температуру. То есть, нередко замечается у мам повышение температуры. Если у мамы была в течение какого-то времени повышенная температура, то дети чаще всего рождаются. Такие дети рождаются с пониженным показателем Абгара. То есть, дети, рожденные без, они более крепче, здоровее, нежели детки, у которых у мамы была температура. Это такой вот момент еще. Также препараты, которые мы уже обсудили, это заморозка, опиоиды, они проходят плацентарный барьер, и они замечаются в кровяном русле ребенка и замечаются в грудном молоке. То есть, все-таки, имейте это в виду. И если, например, эпидуральная анестезия была применена, то желательно сделать как-то так, чтобы она была применена как можно меньшее количество времени. То есть, час или два, какое-то вот такое время, не 8 часов на ней лежать, когда у вас... То есть, если уже процесс пошел, надо реально запускать и ставить окситоцин и как-то быстрее с этим заканчивать. Но вот, к сожалению, так. То есть, если уж вы согласились, то лучше быстренько родить. Далее, что я хотела сказать сегодня. Это про такие, знаете, небольшие риски, ну, как риски, неприятности, которые могут возникнуть при эпидуралке. Это тошнота, озноб, это рвота иногда бывает, пониженное давление. Если у вас и так пониженное давление, то это может быть противопоказание, это может быть проблемой. А также заторможенность, то есть, вы можете себя чувствовать немножко так, усталость, дарможенно, не понимать, что происходит. А если в эпидуральной анестезии используется опиоид, то вы будете еще немножко такая... Ну, как под небольшим таким наркотическим влиянием. То есть, такая расслабленность и небольшая неадекватность, да. Проблемы могут быть с дыханием, очень сложно дышать. Иногда, когда делают те же самые препараты, применяют в спинальной анестезии, отмечают проблемы с дыханием, не только потому, что, ну, не имеет немного выше, да, туловище, тоже потому, что вот применили такой препарат, и дыхание становится, существовать труднее. И последнее, что я хотела сказать, ну, это вы знаете, что тяжесть в ногах, и иногда их совсем не чувствуешь, и невозможно там не стоять, не поднять их как-то, если это потуги, то очень сложно их себе притянуть. Плюс у вас точно будет IV, по-русски это капельница, и капельница очень часто вам мешает, то есть, вам же на потугах нужно схватиться, ее ставят очень часто сюда, и, ну, как бы сложно тужиться, просто физически сложно. Поэтому я вам рекомендую, если у вас есть выбор, попросите поставить вам капельницу вот в это место, потому, что здесь не нужно ничему сгибаться, и будет намного проще вам на потугах. Это такой лайфхак, лайфхак для тех, кто хочет эпидуральную анестезию и хочет все-таки тужиться. И еще один здесь лайфхак у меня для вас есть. Простите, что я так с юмором, но в моей профессии уже по-другому никак. Так, еще один момент, это то, что эпидуральную анестезию можно выключить. Я думаю, что вы это все знаете, то есть, это медикамент, препарат подается вам, и его можно прекратить, да. И можно договориться со своим анестезиологом для того, чтобы он не совсем вам ее отрезал, полностью убрал анестезию, и вы там сразу, знаете, почувствовали, вы там начали с 5 сантиметров, и вам ее выключили в 10, и вы просто в шоке от боли. Потому что, ну как в родах, боль постепенно нарастает, плюс еще нет окситоцина никакого, и у вас ощущения совсем другие. А тут, когда эпидуральную вам включили, вы перестали чувствовать, перестало вот это вот постепенное нарастание действовать, плюс у вас еще окситоцин, и вас вообще вот так вот котлом по голове, да, поэтому можно договориться со своим анестезиологом, если вы планируете, я никого не уговариваю, ни в коем случае я верю, что все могут сделать роды себе без анестезии, но вдруг, если есть такая возможность или необходимость, можно попросить анестезиолога, чтобы он снизил дозу для того, чтобы на потугах вы чувствовали, что происходит, чувствовали схватку и могли подтуживаться для того, чтобы самой родить, чтобы вам не делали надрез, чтобы вам не доставали ребенка и ни в коем случае не давили на живот. Это то, что я хотела сказать про эпидуральную анестезию и про ее риски. И давайте перейдем плавненько сейчас к заменителям этой процедуры, потому как, ну, все-таки это вмешательство в тело, и, конечно же, ну, вот бывают такие ситуации, когда мы дошли до того, что это нужно сделать. Или маме нужно, или по каким-то причинам это нужно, по показателям, в общем, по-разному. Вот я училась в школе доул, и у нас есть такая, знаете, ступень, ну, различных, скажем так, это называется six steps of healing, то есть шесть ступеней лечения или шесть ступеней помощи еще, да. Первая ступень, нулевая, да, не первая, а нулевая, это, ну, не делать ничего. То есть нередко на родах реально ты приходишь и понимаешь, ну, все хорошо, ничего не нужно делать, все просто нужно быть, смотреть, подсматривать, все окей, все хорошо идет, и не нужно никаких, вообще ничего не нужно делать, у меня на такие случаи есть книга, я еще мечтаю научиться вязать и делать, как, знаете, вот эти все знаменитые акушерки, типа там Инна Мэй, или как Мишель Аден писал, вот те акушерки, долы, которые сидят и вяжут. Ну, я еще пока не умею вязать, у меня есть на этот момент книга, я ее читаю. Нужно как бы убрать фон себя из этого процесса и просто так со стороны наблюдать, все хорошо, хорошо. Если же этого мало и нужна помощь, то нужно следить за тем, чтобы у мамы были покрыты, скажем так, ее базовые потребности, это сказать, что все хорошо идет, это обязательно подать водички, это вот какие-то такие базовые вещи, посмотреть, может быть, пора и дать еды, если она хочет, а может быть, просто дать ей что-то сладкое, тогда от сахара, от сладкого организм лучше работает и вообще улучшается открытие, или плацента тоже, если есть проблема ее родить, ну, не какая-то клиническая проблема, а именно там небольшая задержка плацента, то вот там мед, сахар, что-то такое может помочь. Это вот первая ступень. Вторая ступень – это такие тоже простые вещи, типа дыхания, такие небольшие легкие манипуляции с телом, это и дыхание, это и медитация, вот какие-то совершенно такие базовые вещи. Третья ступень, например, включает в себя какие-то уже ритуалы, то есть это может быть, если семья верующая, это может быть молитва, это могут быть аффирмации, это могут быть аффирмации, также это может быть пение или звучание в родах, просто звучание, пение, невероятно расслабляет горловой центр, а он связан и с каналом родов, и если расслаблено тут, то расслаблено все и там, и получается такой поток энергии идет отсюда сюда, и это не только в энергетическом смысле, также в физиологическом. Поэтому, если у вас есть желание петь или хотя бы просто звучать, то это может быть отличной помощью. Это вот такие вот, скажем так, как мягкие вмешательства в процесс, даже не вмешательства, ну такая вот помощь. Также сюда входит и массаж, и какие-то техники различные, отвлечения от боли, сюда же входит и, например, посидеть в ванной, или полить водички на маму из душа, вот такие вот вещи, которые доулы делают. Четвертый, пятый и шестой пункты, это уже такие прям вмешательства в процесс. Четвертый пункт, это, например, рефлексология, воздействие на какие-то точки. У нас есть точки, связанные с маткой, и воздействие на них помогает, во-первых, иногда помогает, женщина отмечает, что это реально обезболивает, или ускоряет процесс открытия, или так далее. Сюда тоже относится акупунктура, особенно это будет актуально, если роды длятся долго, некоторые женщины ходят на акупунктуру, или просто акупрессура, почти похожая, но без иголок. Это вот уже вмешательства в тело, но такие более мягкие. К пятому пункту, ступенчики к пятой, относятся такие уже более серьезные препараты. Это, например, какие-то таблетки, какие-то витамины, какие-то эссенции, какие-то медикаменты. И шестое, это уже прям вмешательство в тело, то есть это называется, по-моему, break и что-то там. В общем, прям когда мы входим в тело, это различные надрезы, это различные жесткие медикаменты, тяжелые препараты и операции все. И вот очень важно именно двигаться по ступенькам. Если ничего не делать мало, если нужна какая-то помощь, переходим на первую ступенечку, смотрим, что там нужно. Можно поесть, может быть слегка отдохнуть. Если этого мало, переходим на другую ступеньку, а может быть там и остаемся. То есть если вот женщине нормально, то и нормально, то не нужно прыгать вот отсюда сюда сразу. Можно попробовать, попробовать, попробовать. И если уже ничего не помогло, то вот можно прям идти в конец в эпидуральную анестезию и в прочие различные способы вмешательства. Это, я говорю, для тех, у кого есть желание натуральных родов. Если же у вас есть желание прийти в роддом, сделать себе эпидуральную анестезию, окситоцин и так далее, и вот так вот родить, то, ну, пожалуйста, это все. Выбор мамы. И вы знаете, мне очень немного стыдно за то, что в нашем обществе есть такое, вот я это называю, эпидурал шейм. Это когда спрашиваешь у мамы, например, ой, ну как он родился, где, как, и она говорит, ой, ну ненатурально. Я говорю, почему? Ну, вот сделали эпидуральную. Я вот думаю, вот ничего себе, то есть мама родила крепкого малыша, родила сама, без операции, и считают, что это какие-то там ненатуральные роды. Ну, не знаю. Я вот не отношусь к тем людям, которые считают, что это просто адский сатана, что эпидуральная анестезия, это какой-то дикий ужас. Мне кажется, что все должно быть для комфорта мамы. И если она хочет, то должно быть так, как она хочет. И все должно быть так, как она истинно хочет. И как долл, я помогаю ей в этом разобраться, это понять, и делать так, как ей будет или ее семье вместе, то есть ей и ее семье удобно. Поэтому такой вот у нас был сегодня эфир. Я надеюсь, что вам было что-то полезно узнать. Если у вас есть вопросы по эпидуральной анестезии, пишите их, пожалуйста, в директ или под постом. Я их увижу и на них отвечу. И спасибо большое за внимание. Я очень буду рада, если вы покажете эфир какой-то своей знакомой, который может быть актуален, может быть, кому-то скоро рожать. Я думаю, что я дала какой-то такой пласт информации, который будет интересен. И на этом все. Мы увидимся с вами в следующих эфирах. А вам я желаю хорошего дня. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok